всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет такой ну домашний влог немножечко обо всем как всегда я хочу показать вам заготовки которые я немного сделала на зиму заморозки в основном в общем все такое вот но прежде хочу вам показать свой заказ faberlic он у меня такой я не знаю мне наверное каждый мой заказ он примерно одно и то же все моего все мои можно так сказать любимчики небольшое коробище сейчас я вам постепенно покажу на первое с чего хочу начать я заказала себе вот такую помаду артикула все оставлю вам внизу в инфобоксе вот такую помаду от faberlic и вот она у меня сейчас на губах сушите мне так нравится оттенок вообще он такой нюдово-розово-красноватый наверное так можно сказать но я люблю подобные цвета кажется на дневное ношение вообще отлично хотя я днем красную помаду спокойно ношу для меня нет никаких проблем мне нравится вот эти помады от faberlic знаете чем вообще это для объема губ было написано но не за легкое такое покалывание у него есть но не за более такими сочными губы кажется мне так кажется вот почему такая вот помадка ведь я ну камера правильно сейчас передает ее оттенок девочки прямо один в один практически очень понравилось мне нравится помада тем что их вот так вот нанес и побежал именно это очень сильно нравится я люблю такую историю но давайте по заказу начну я с бытовой химии как всегда я заказала все мои самые любимые продукты во первых это два вот таких средств а началась школьная пора вот и я не могу наверное больше жить вот без таких средств я их использую как на свежие пятна если даже пятна от ручки так и на манжеты воротничок в области подмышек до пшик у меня обычно лежит может быть минут пять-десять бросаю стиральную машинку и все замечательно отстирывает застарелые пятна вот это не отстирает это уже надо жидкие или порошком таким да вот пятного водитель брать вот этот вот он легкие пятна запахи какие-то удаляет и так далее но мне очень нравится 3 средства взяла аж целых 2 это универсальные жидкие спрей пятного водителя вот такие с воротничками очень мне понравился уже наверное больше года ими пользуюсь и довольно особенно вот школьный период так также взяла свои любимые кондиционеры я их обожаю мне очень нравится их ароматы мне нравится то что делает мягкое белье и достаточно экономичный расход у них дыхание прованса вот такой фиолетовый я всегда беру разные не знаю мне для разнообразия нравится потом вот такой вот кстати вот этот кондиционер я вообще очень сильно люблю им хорошо стирать кита шерстяные вещи в особенности не появляются катышки практически вообще то есть шерстяные вещи остаются как новыми и еще вот такой вот у меня это орхидея кашемир в общем люблю эти кондиционеры покупаю всякие разные разные ароматы для разнообразия мне очень сильно нравится ну конечно вот эти порошки вот эти порошки это лучшее наверное что есть у фаберли реально и мне очень нравится они не имеют запаха вообще то есть вы когда стираете вот я стираю беру этот порошок вот этот кондиционер и у меня аромат именно кондиционера мне это очень нравится я ну как бы вот этот химозный запах порошка на который вот в обычных порошках его нет и это очень классно потому что белье просто приятно пахнет мне это нравится вот такое для цветных тканей я взяла как обычно для светлых тканей его действительно нужно немножко столько сколько здесь ложечка есть мерная и столько же соответственно его и нужно вот здесь вот есть дозировка значит если у меня такие прям вот прям таких серьезные пятна то я использую либо вот этот спрей и либо пятна выводитель у меня есть и жидкая жидкий вариант тоже от faberlic или порошок но в виде порошка который добавляю к самому порошку это когда если сильные сильные пятны каталог новенькие конечно же вот я с удовольствием полистаю всякие новиночки интересные посмотрю вот кстати здесь новинки одежды я так понимаю да какие зеленые кстати люблю зеленый цвет вот видите какие прикольные вот и последнее что я себе приобрела девочки тут он без чего я страдала кто смотрит мои влоги тот знает что мне порвались ноги белые кеды я ли что-то решила взять faberlic и вы знаете они мне кстати очень понравились я их еще не носила но они сделаны из кожзама полностью всем вот так вот идут размер в размер вот у меня 39 размер ведь еще не носила я их только в доме примерила вот так вот они выглядят и идет небольшая такая платформа на самом здесь они как бы сделаны как плетеная но это просто такие выпуклости на коже то есть это не плетеная очень классно вот в такую погоду как сейчас когда можно выйти с утра дождя нет потом начался дождик ножки не промокнут но очень удобно и вот это вот все очень очень мягенькая то есть они прям вот ну я их еще еще раз повторюсь не носила но дискомфорта никакого они по крайней мере мне не вызвали когда вот я в них походила тут по дому вот так что я думаю я думаю мне будет отлично вот еще потом из ткани такие ткани вы совсем на лето тоже хочу приобрести шли они кстати вот в таком пакетике вот этими штучками до сделаны из искусственной кожи внутренняя стенка это у нас текстиль соответственно сделано но так вот чтобы они знаете натирали там нет они очень вот все очень очень мягенько классные в общем буду носить с огромным удовольствием тем более у меня много таких нарядов куда нужно именно белые кеды и будет смотреться вообще идеально так что вот такой вот у меня был заказ faberlic не забывайте что все ссылки все артикулы я оставляю внизу в инфобоксе но я тут пока хорошая погода в питере решила позаниматься огородом у нас действительно кстати очень тепло даже жарко можно так сказать последнее время здесь у меня росла цветная капуста и лук я все убрала уже прибрала немножечко клубнику там брала общем усы всякие ну всякое такое до сорняков и так далее здесь вот эту грядку вообще перекопала брала тоже все сорняки то есть принципе она до зимы у меня уже может спокойно уходить вот клубничку тоже привела в порядок некоторые клубнику меня цветет то есть у меня есть такая ремонт 1 клубника а вот там у меня горох который я хотела выкопать но ну то есть брать уже совсем но увидела что там еще есть недоспелые горошины и подумала что он у нас пока такая хорошая погода пусть растет может быть еще и доспеет здесь у меня мой многострадальный укроп который я все еще оставила потому что срезаю на салат там к супчику вот там у меня была петрушка чеснок тоже все выкопано и немножечко убрала сорняков то есть так просто можно сказать в огороде навела порядок небольшой хотя в планах было вообще все выкопать перекопать и уже чтобы стало в зиму все уходило да вот вот такие цветочки у нас тут цветут вообще осень я очень люблю такие краски осени они очень красивые на мой взгляд и это мое любимое время года яблоки у нас уже поспели это яблоки никто из нас не знает что это за сорт покупался он как один в итоге вырос совершенно другой яблоки и такие большие на вид аппетитные но они кислые даже немножечко с такой горчинкой это не антоновка потому что антоновка немножко другого вкуса но это тоже такие вот яблоки даже не знаю но с кислинкой всегда много это яблони дает хоть она и небольшая но есть их обычно невозможным либо сушим либо что-то из них делаем вот ну такая вот красота яблонька красивая прям ее по весне нужно будет немножечко попилить там проредите и крону скажем так то тоже будет весной будем этим заниматься а это мне привезла моя сестричка из-за дождей у нее начала портится цветная капуста это тоже цветная капуста это какой-то соорта нам не называло я не помню ответе начала немножко портится она мне спросила привести тебе или нет и огромный привози у не много выросло в этом году вот так что я сейчас 1 котишок отварил остальное я морошу вот это кстати тоже цветная капуста как я уже сказала она по вкусу что-то среднее между брокколи и цветной капустой Вот мне, кстати, если честно, по вкусу больше нравится именно цветная капуста, то есть она такая именно ароматная, а здесь что-то среднее, наверное, больше для тех, кто не любит именно аромат цветной капусты, да, но вот как раз-то такой вариант очень-очень даже хороший, она лучше, как вы видите, сохраняется, внутри она вот такая зелененькая, то есть, ну, как я уже сказала, что это среднее между брокколи и цветной капустой, но тоже достаточно вкусно, вот эту я как раз заморожу на зиму. Также у себя в огороде собрала горох, немного его, он, видите, уже такой начал портиться, это тоже, мне кажется, из-за дождей, наверное, может быть, в принципе, потому что уже как бы не сезон гороха, вот, но я собрала его, мальчишки мои есть его отказались, так что сейчас буду чистить и брошу тоже, замораживать буду на зиму его в пакетиках, у меня как раз собралось два больших пакетика в этом году гороха, вот столько я в итоге начистила, мне кажется, очень даже неплохо для начала сентября. Вот, так что буду замораживать. Еще я сегодня делала баклажаны, баклажаны замораживаю на зиму, но я их замораживаю не сырыми, снимаю кожу обязательно, выкладываю, нарезать можно как угодно, выкладываю на противень, сбрызгиваю маслом, можно оливковым, можно, ну, абсолютно любым, это делается для того, чтобы они просто, ну, скажем так, не подгорели, я выкладываю на коврик, можно на бумагу и запекаю при температуре 180 градусов до полуготовности, тогда они хорошо сохраняются в морозильной камере и не становятся такими горькими. Предварительно я их, конечно же, вымачиваю в подсоленной воде, чтобы ушла вся коричь в них. Вот до такого состояния я их, скажем так, запекаю в духовке, можно просто их обжарить, я нарезаю именно вот так, мне, нам так больше нравится, к овощам, потом куда-то добавляю к мясу. И после того, как они остынут, я еще, когда они, естественно, стоят в духовке, перемешиваю, потом они остывают, и я перекладываю в пакетики. Вот у меня получилось всего два небольших пакета, вот, потом сделаю еще так же, чтобы мне на зиму хватило, но мы съедаем вот эти баклажаны достаточно быстро, долго они все-таки не хранятся. Если они полежат до мая месяца, они потом станут такими резиновыми и горьковатыми на вкус. Мне это не очень нравится, поэтому я стараюсь немного заморозить, но зимой зато будет очень вкусно, потому что зимой цены на баклажаны, конечно, вообще. У нас по 600 рублей килограмм зимой стоят баклажаны, баклажаны мне очень любят, мой муж, поэтому я, можно так сказать, для него и обычно замораживаю, и делаю какие-то салаты с баклажанами. Также я буду замораживать перцы, перцы замораживаю целыми, я их мою, чищу, отрезаю вот эту верхнюю часть и просушиваю хорошенечко, потом буду вставлять друг в друга и складывать в морозильную камеру. Занимает, да, много места, но немножечко все-таки можно. А вот эти верхушки, которые остаются, я убираю вот эту сердцевинку, мелко нарезаю и также замораживаю, потом зимой добавляю тоже к каким-нибудь тушеным овощам, к мясу, к любому блюду, тоже выкладываю на полотенце обязательно, чтобы они просохли, чтобы они не слиплись и не стали одним таким комком, а можно было спокойно разделять и брать столько, сколько нужно. Так что вот эти верхушки я не выбрасываю никогда, все пригодится у нас. То есть вот так вот я вставляю, стараюсь как можно плотнее вставить друг в друга, но не всегда это получается, иногда они разваливаются, но с другой стороны это хорошо, в том плане, что вы можете взять столько, сколько нужно. Иногда я делаю там всего 4 перчика, как говорится, нам с мужем поесть, нам этого достаточно, поэтому это даже хорошо. А здесь я решила в этом году сделать вяленые помидоры и вяленые перцы еще. В суховей поставила, в общем начиталась куча-куча всяких разных рецептов, в суховей поставила сушиться, вот у меня целые-целые суховей помидорки на температуре 70 градусов, они у меня простояли весь вечер, на ночь я выключила, вот это было зря на самом деле, нужно было на ночь мне их оставить. И здесь у меня перцы, точно так же они делаются, только я решила поставить в духовку, сушить тоже при температуре 70 градусов, у меня поддерживает духовка такую температуру. И так же их обсыпала я специями, это вот такая универсальная приправа, сухой чеснок и укроп, можно там еще базилик, тимьян, там куча, ну все рецепты на самом деле вот эти по травам, все разное, я так понимаю, кто как любит. Вот, в общем ставим сушиться, я потом, когда помидорки у меня уже уменьшились, скажем так, я и сложила тоже перцев суховей, в общем они у меня ночью я их выключила, простояли еще где-то полдня и теперь я их буду складывать в баночки. Сделала смесь укроп, петрушка и чеснок, хотя знаю, что добавляют в основном базилик, но у меня базилика нет, да у меня муж не любит особо базилик, поэтому я решила из того, что есть у меня в огороде, скажем так, сделать, простерилизовала баночки и сейчас все это дело буду укладывать. Вот как раз уложила, у меня получилась баночка перцев и две баночки помидорчиков, как раз на зиму будет отличный, мне кажется, вариант. Вот, залила все масло, масло у меня не оливковое, обычное, подсолнечное, но я думаю, что тоже, наверное, будет вкусно, потому что я и такие варианты рецептов видела, в общем много всяких разных, у меня получается такая некая сборная солянка. И здесь поставила еще два поддончика с помидорами, тоже у меня получится, наверное, на одну где-то баночку маленькую дополнительно, вот я ее тут отставила, как раз потом уже сделаю. И хранить это все в холодильнике, но я думаю, вяленые помидоры, если кому интересно, погуглите, там много разных вариантов, разные травы кладут, разные специи кладут, кому как нравится, кто-то кладет сахар, кто-то, ну, посыпает, я имею ввиду помидоры с сахаром, кто-то не посыпает, в общем, кому как нравится, я посыпала сахаром помидорчики, потому что вычитала, что когда они засыхают, они как бы становятся таким немножко кисловатыми, для этого добавляют сахар. В общем, вот такие вот я на пробу сделала, делала первый раз, потом посмотрим, как у нас, как у меня получится. Так что, такая вкуснятина, у меня, кстати, муж уже погрыз вот эти сухие помидоры, пока они сушились, сказал, что очень вкусно. А вот насчет перцев я, кстати, даже не знаю, но потом зимой вам расскажу, конечно, но мне кажется, они будут не очень как-то, вот помидоры более вкуснее, на мой взгляд, я просто пробовала именно сухую помидорину, да, так вот помидоры, на мой взгляд, более такие вкусные, что ли, получается. Так что, вот такие вот у меня тут были заготовки на зиму, вот, потихонечку я все, все понемножечку делаю. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Оставляйте свои комментарии, делаете ли вы вяленые помидоры, если делаете, то как, мне будет очень интересно почитать, возьму себе все на заметку. Всех люблю, целую и до новых встреч!